Наверное, это шокирующий пример того, до чего может довести конфликт соседей из-за шума. Сейчас, когда Иркутск, да и другие крупные города больше похожи на высотные муравейники, это очень актуальная проблема. Тему продолжит Олег Федоров. Ох, опять этот сосед сверху решил Дэва Грола включить. Е-мое, может полицию вызвать? Хотя в прошлый раз вызывал, все равно не приехали. Ладно, пойду ему в отмеску по батарее постучу. Правда, от кого в итоге будет больше шума, непонятно. Как и то, в каких случаях нарушителя тишины могут привлечь к ответственности. Время, когда можно шуметь, а также тех, кто должен следить за соблюдением тишины, в регионах страны определяют по-разному. Например, в Нижнем Новгороде в 2019-м арестовали мужчину, который два года включал на весь дом конский ржач. Это был первый случай в России, когда человека обвинили в психологическом насилии. А в Прибайкалье только этой осенью полиции дали право составлять протоколы за шум в домах. Правда, по данным МВД региона, из 3700 жалоб к рассмотрению приняли только 1400, то есть меньше половины. В остальных случаях либо не было состава правонарушения, либо оно было ложным. Да и доказать, что уровень децибел за стеной соседа завышен, практически невозможно. Всегда надо доказать, а был ли факт, если тишина нарушалась громкой музыкой, а на сколько децибел. То есть всегда вопрос доказывания остро стоит, и по таким делам достаточно сложный. Плач ребенка, допустим, у нас не считается, даже ночной плач ребенка не считается шумом. Колокола церквей или иные шумовые эффекты, скажем так, тоже не считаются. С этим надо жить. И жить с этим приходится, ведь штраф за нарушение тишины составляет всего от 100 до 300 рублей. Уже не первый год ведутся дискуссии о том, что его необходимо увеличивать. Но пока что только эти заявления уходят в тишину. Олег Федоров, Андрей Назаров, Владимир Пинаев. Новости по будням.